День воскресный, день чудесный, а я к вам спешу с новой невыдуманной жизненной историей. Ребята, сегодня у нас с вами будет очень полезный и интересный контент, который можно будет обсудить в комментариях. Когда мы снимаем про многоэтажки, про эти человейники, частенько встречается комментарий, а, дом лучше свой купить. Когда мы снимаем про дом, частенько встречается комментарий, ну, дом это так дорого, а за домом нужно ухаживать. И вот сегодня я постарался найти такую некую золотую середину. Дом по площади как квартира, небольшой участок земли и, самое главное, в досягаемости от города. Но что это за город, какая цена дома, ремонта и все, что с этим связано, вы узнаете, досмотрев этот ролик до конца. Салют! Сюжет наполнен более глубоким смыслом, чем может показаться на этапе вступления. Вдумайтесь, жизненная ситуация, молодая семья с одним ребенком проживают в съемной квартире. Глава семьи думает, ну, зачем мы платим какому-то дяденьке, когда можно было бы взять кредит, построить свой дом и платить за свое. Участочек уже ранее был куплен. Обо всем сегодня по порядку поговорим. И домик он выбирает в 50 квадратных метров каркасник, который построил за 5 недель. Переезжают, рождается второй ребенок, площадь нужна побольше. И вот сегодня, друзья, со всеми цифрками мы обо всем поговорим. Вот это будет актуально и интересно, потому что речь не будет сегодня про роскошные богатые дома. Короче, не размазывая кашу по тарелке, уверен, ролик будет интересный и полезный. Приятного просмотра! Мы начинаем прямо сейчас. Всем привет! Меня зовут Василий, и я главный герой этого выпуска. Ранее в детстве ты проживал в домах, квартиры ты не очень любишь, но потом ты вылетаешь из домашнего гнездышка, пожил в квартирах съемных, женился и принял решение, что нужно возвращаться обратно в дом. Вот расскажи нам историю номер один, кратенько, что у тебя был домик 50 квадратов. Что это за дом, где он находился, плюсы-минусы, вся вот эта история. Когда жена приехала ко мне из Москвы, она у меня из Москвы, мы сняли двухкомнатную квартиру в Дмитрове, да, в Дмитрове непосредственно. По большому счету выбор ее упал на то, что мы определили ребенка в школу и искали рядом в школу эту квартиру. Нашли, пожили там год, и, соответственно, здесь у меня пришло решение о том, что мне нужно свое жилье, потому что за все... Если, когда я снимал однушку, то еще была такая незаметная сумма, когда снимаешь двушку и нет перспективы какого-то личного жилья, то, соответственно, здесь я уже начал задумываться. И прикинул, и где-то с кем-то пообщался, понял, что по деньгам можно взять кредит, который будет абсолютно так же равен платежу за квартиру, столько же я буду платить за дом, за кредит, и уже жить в своем доме, и, соответственно, отдавать кредит и отдавать уже за свое жилье. Какая сумма была в месяц за квартиру? За квартиру 29 тысяч. 29 тысяч. Соответственно, ты берешь кредит на какую сумму? 33 тысячи. Нет, сумма какая? Общая сумма была миллион двести. А у тебя еще какие-то были скопленные? 300 тысяч, да, я добавил своих. Итого полтора миллиона на момент 2019 года. 2019 года, да. Я не могу держать себя в руках, я хочу комментировать. Вот я давно хотел снять подобный сюжет. Ну, максимально жизненно и приземленно. Полтора миллиона рублей на дом 50 квадратных метров каркасника. Ранее он купил участок по цене 50 тысяч рублей за сотку. У него там было аж 15 соток. 750. В дальнейшем я у него спросил, ну сколько полностью ушло на тот дом? 2 300. Я покажу, как дом выглядел внутри, что было за участочек. Смысл? Можно сказать, 50 квадратов, да это не дом. Ребята, это альтернатива двушке. Если вы посмотрите, что по нашей стране есть построенного, да, из приземленного, для простых людей двушка, это в среднем 44-53 квадратных метра в домике. А тут ты выходишь, у тебя еще земля своя, хочешь что-то пристроить можно. Пожалуйста, то есть перспектива какая-то есть. Я знаю, что среди вас огромное количество строителей, прорабов, тех, кто строил сам, тех, кто строится сейчас. Вот напишите на момент 2023 года, сколько будет стоить построить дом для постоянного проживания, каркасник. 50 квадратов, ни больше, ни меньше, чтобы сюжет был более полезен. Будет интересно и самое главное, будет актуально. Мы продолжаем, но сказать и показать действительно есть что. И где ты находишь себе земельный участок? Мы находились в это же направление, то есть это же направление от города, плюс 10 километров. Там у меня живет друг, и как раз вот напротив него я купил участок. И на этих 15 сотках ты строишь каркасный дом? Да, да, да. У меня там просто стояла бытовочка изначально, потом я построил практически по центру каркасный дом 50 квадратов, ну и также вольер. То есть там больше постройок никаких не было. А 50 квадратов это умышленно, правильно? А 50 квадратов это бюджет. В первую очередь это бюджет, и я хотел что сохранить? Мы жили, по сути, в квартире 50 квадратных метров. Мы переезжаем туда, в принципе, имеем то же самое. У нас есть две полноценные комнаты, достаточно простроен санузел и прихожая, и есть общая комната, где, в принципе, мы проводили все время, так же, как и здесь, вот эта вот общая комната. И нам было, можно сказать, что вполне комфортно, но вот со временем уже какое-то тиснение появлялось. И за сколько по времени ты этот построил дом? Который в Костино, да? Пять недель. Пять недель и готово. Да, я начал, получается, 4 года ровно, вот, да, сейчас, все правильно, да, 4 года ровно, 9 мая ко мне приехали строители, у меня было просто поле. То есть вообще ничего, стояла бытовка и просто поле. И вот 9 мая мы начали, и 15 июня я уже заехал в дом, там было все. Там была мебель, там была техника, туда я перевез вещи, туда я перевез животных, и, соответственно, там уже можно было жить. То есть 5 недель от прям голого поля до полностью жилого дома прошло. Ну вот само строительство, с коммуникациями и так далее, сколько на это ушло денег? Полтора миллиона. Там подключишься и ушло. Ну отдельно, естественно, мебель, правильно? Нет, 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 все прям полностью. И мебель ты покупал новую? Да, и мебель, да, это был столклит, условно говоря, бюджетная мебель, но по большому счету нормальная, да. Ну звучит как сказка, но не забываем о том, что 15 соток ты покупал по цене 750 тысяч. Вот, то есть 2, 250, мы туда еще добавляем забор, добавляем вольер, добавляем бытовку, добавляем крылечко, 28 сот. Вот, 28 сот, и плюс, я так подозреваю, какие-то неучтенные расходы. Нет, нет, это все учтено. Прям все, ну не 3 миллиона. Нет, мы не 3, мы, конечно, жили, да, мы что-то там, мы где-то что-то подсели, где-то какую-то дорожку, это, конечно, все накапливалось, но это уже процесс жизни. А именно, если говорить наста... Почему было принято решение этот дом продать? Первое, самое главное, это удаленность от города, потому что один сын у меня 13 лет, ну тогда было 12 получается, каждый день нужно было его возить в школу, потом забирать, потом секция тоже возить-забирать. Это частично делала жена, частично я совмещал с работой. Знакомьтесь, супруга Василия, Ольга и сын Виктор. Всем привет. Если спросить меня, что лучше, все-таки, квартира или дом, сейчас я скажу, что дом, но с большим но. То есть дом должен быть по возможности максимально близко от крупного населенного пункта какого-то, от города. Дом должен быть, ну уровень какой-то квартиры, там трешки, ну по возможности, у кого как, что получается. Какие-то близко детские сады, близко школы, ты понимаешь, что там 3 минуты на машине, и ты уже, ну как бы в городе, и все у тебя легко. Потому что здесь где-то 2 километра до города, мы жили где-то плюс-минус за 15 километров. То есть были времена, когда мне на машине приходилось 6 раз на дню ездить туда-сюда обратно. Мне надо было старшего отвезти, старшего привезти, потом какие-то занятия, с занятий, в магазин, с магазин, туда-сюда ты не наездишься. То есть, ну, тут вот такая романтика дачи. Загородная жизнь быстро, да, улетает? Да, дачи, дачи, она быстро улетает. Особенно, когда у нас в том доме было 15 соток, и когда вот это все порастает бурьяном, тоже романтика заканчивается на этом. В принципе, когда тебе надо все это косить, за всем этим ухаживать. Как побочные эффекты, это то, что там были зимой некие проблемы. Ну, то есть, если там была машина повыше, нет проблем. Но вот на седанах на своих, там был такой период такой небольшой, тоже это сильно напрягало. То есть, иногда ты думаешь, что встанешь и, может быть, не выйдешь на своем низком седанчике по этой дороге. Удаленность, дорога. Также для сына это отсутствие социума какого-то. Здесь, во-первых, у него какие-то появились друзья, плюс город близко, ему всегда доскочить. И третье, это, конечно, у нас расширение семьи случилось в том доме. И мы потенциально уже предполагали, что нам нужно сегодня задуматься о том, чтобы третью комнату... Почем ты продаешь тот дом? Пять. Пять миллионов ты получаешь на руки? На руки. Закрываешь кредиты или они уже были закрыты к моменту продажи? Там по экономике у меня все сложно, потому что у меня завязано с прошлым бизнесом, с существующим развитием бизнеса, с долгами по кредиту, ну, точнее, кредиты, которые были взяты на бизнес, кредиты, которые взяты... И там это все так перемешалось, ну, да, да, там уже концов не найти, где, что, за что я платил, но по итогу у меня получилось так, что я закрыл все кредитные обязательства, которые у меня были до этого, и у меня появилось одно кредитное обязательство, которое у меня за спиной. А мы тем временем перемещаемся в самое начало поселка. Город рядом. Вась, ну, расскажи, пожалуйста, что вообще здесь есть, где мы находимся? Мы находимся рядом с городом Дмитровом, буквально километр отсюда уже начинается черта города. Здесь находится коттеджный поселок Митикино-Слобода-1, он уже существует достаточно давно, даже не знаю, сколько лет, но 10 лет точно. Он уже отстроенный, здесь очень редко продаются дома, то есть такое достаточно хорошее место, и люди отсюда совсем не хотят уезжать, судя по всему, ну, судя по продажам. А наш коттеджный поселок, он находится рядышком, прямо вот здесь вот вдоль него проехать наш коттеджный поселок. За территорией мы видим красивое здание, это когда-то был детский сад частный, на который вы также рассчитывали, но сейчас он не работает, просто стоит здание? Да, 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 просто стоит здание, судя по всему, закрыто, возможно, мы очень надеемся, что он все-таки запустится, и мы туда своего ребенка, которому сейчас два года будем водить. И более здесь ничего из инфраструктуры нет, охрана, отель же детский сад. Тут офис их, по большому счету, но остановка здесь совсем рядышком, здесь буквально 300 метров пройти до остановки, а так из инфраструктуры ничего нету, кроме частных домов, все. Таким образом, вот это уже местечко обжитое, а здесь началась новая застройка, и мы, так сказать, заходим на территорию поселка, где у тебя дом. А ты расскажи, пожалуйста, это кто вообще застройщик, это какая-то частная компания все строит, потому что дом же ты готовый покупал? Да, это частная компания, в данном случае мы здесь общаемся с Николаем, который является застройщиком, он же нам продавал этот дом, и я так понимаю, что у него не один этот коттеджный поселок, сейчас параллельно какие-то строятся, еще до этого у него там большая история строительства. Вот, друзья, вот так вот зарождается жизнь, ну, первые вопросы, которые возникают, ну, смотри, линии электропередач, такие довольно-таки мощные, не грузит вот эта вот картина, когда ты выходишь, а у тебя вот такая вот, они не жужжат по ночам? Нет, они не жужжат по ночам, слушай, ну, вот я тебе честно скажу, у меня в мозгу они блокируются, я их не вижу, потому что я уже выбрал это место, вот, оно мне по миллиону критерий понравилось, и то, что здесь находится эта линия электропередач, это такой совсем для меня вообще абсолютно незначительный нюанс, который вообще не напрягает. Откровенно говоря, картина такая, как будто бы живем в чистом поле, никакой инфраструктуры нет по понятным причинам, как ты рассказал, что мы рядом с городом, здесь, как бы, такой потребности в этом нет. Ну, так вот смотришь, сколько, 14 домов, ты говоришь, сейчас в процессе? 14 домов, да, я насчитывал, ну, плюс-минус. А что за ситуация, ты рассказывал, что планировали они в этом году, в 23-м, добить до конца? Да, 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 я с застройщиком разговаривал, он говорил, что в этом году по планам должны были закончить уже, вот, но потому как нету спроса, и им нету смысла, не продав старые дома, строить следующие, соответственно, вот в такой ситуации. Но изначально у нас и была мысль такая, что мы покупаем дом именно на этой стадии, именно вот в таком окружении, и это по деньгам, скорее всего, должно получиться меньше, а в будущем это, ну, некая, там, скажем, инвестиция. А по поводу земли, ну, земля здесь реально дорогая, то есть здесь получилась сотка 450 тысяч. В принципе, если говорить про Костино, 10 километров отсюда, где мы жили, там сотка стоит, ну, я ее покупал вообще, там она стоила 50 тысяч, когда продавал уже 100 тысяч. Конечно, в городе это будет дороже, но с учетом того, что это все-таки не город, земля достаточно дорогая, но она обусловлена все-таки и близостью, и то, что это коттеджный поселок, в будущем здесь, в ближайшем будущем здесь будет асфальт. Ну, и вот, в принципе, вот эта вот одинаковая из домов, да, однотипность, вот эта всякая атмосфера, ну, она вот, видимо, это и предполагает, что такое цене нет. Слушай, ну, по картинке вот так, конечно, приятно, да, особенно, когда понимаешь, что сейчас все это достроится, красивый газончик, то есть, когда люди уже наведут порядок, когда вам там, не знаю, асфальт заново постелят, тогда будет неплохо. Вот эта земля, это тоже потенциально под продажу, под строительство? Строить здесь, естественно, нельзя, потому что это под лепом. А, линии точно. Да, да, да. Ну, как ее будут облагораживать, я, честно говоря, даже не знаю, разговора никакого не было, информации тоже нету. Надеюсь, что, конечно, между двумя хорошими коттеджными поселками здесь будет какая-то красота. Ну, я думаю, скорее так и будет, потому что под электропередачами, что здесь площадку детскую, по сути, не построишь. Не поставишь, да, да. Ничего не сделаешь. Просто что-то облагородить, чтобы просто это не вызывало дискомфорта визуального. Ну, ты вот с соседями общаешься, всех знаешь, что здесь живет? Нет. Никого не знаешь? Нет, никого не знаю. Ну, как так? Вот почему? Смотри, допустим, люди же приезжают, собственники. Казалось бы, так вот, вы уехали из города, все тут друг под другом живете, бочком. Ну, наверное, во-первых, мы такие люди, это первый фактор. А во-вторых, здесь на самом деле не очень много домов и живет. То есть, здесь вот из этих вот шести, здесь всего три дома живут. Сын общается, сын уже общается, он задружился, бегает и туда, и в соседние, и здесь везде гуляют. И рядом с нами живут. То есть, по большому счету, кроме нас, здесь четыре жилых дома. Обратите внимание, что дома визуально большие, следовательно, не самые дешевые. Но у тебя в этом поселке дом с одной из самых низких цен. И у него площадь 80 квадратов. Да. Вот расскажи, пожалуйста, что там за детали? По прайсу у них есть 9 комплектаций домов. Там, по-моему, три одноэтажных, 80, 90 и 110. И пять двухэтажных. У нас, получается, самый бюджетный вариант по квадратным метрам. И мы приехали уже по объявлению, он был построен. Но, по большому счету, нам сказали, пожалуйста, выбирайте любой участок, 8 соток, и мы вам построим любой дом, любой комплектации и любого уровня застройки. То есть, там можно с отделкой, можно с коммуникациями. У нас был такой нюанс, у нас 6 соток. Мы задали вопрос, почему 6, а не 8. И нам эти 2 сотки компенсировали заводом коммуникаций в дом. То есть, мы за это, по сути, не платили, но в то же время потеряли 2 сотки. А так, друзья, вот, обратите внимание, частный сектор, и на горизонте открывается город. В моем понимании, когда ты живешь и работаешь вот в такой близости от города, где 5, ну ладно, 10 минут на машине, ты уже приехал, куда тебе надо. Шикарный вариант, конечно, иметь дом. Другое дело, когда отсюда выезжать утром на работу в Москву. 54 километра расстояние от точки, где мы сейчас с тобой стоим, до МКАДа. Да, да. Если мне нужно в 9.00 быть в офисе, я еду на машине. Я не имею такой опыт, но по каким-то рассказам могу сказать, что люди выезжают в 6, полседьмого в сторону Москвы для того, чтобы добраться плюс-минус без пробок и быть на работе вовремя, где-то заранее и еще какое-то время там проводить. То есть, по большому счету, это либо электричка, у нас многие на электричке ездят работать в Ломне, Москва, и куда-то ближе к центру. И на автомобиле многие это выбирают, потому что комфорт. Примерно вот так вот это происходит. Я вам расскажу. В часах это примерно от часа до двух, до трех часов. Как вам повезет. Потому что дорога, ну вот я вам показываю, две полосы в одну сторону, две в другую, где-то три полосы. Но минус заключается в том, что не дай бог какое ДТП, все, там это вырастает в такую длинную очередь. Если ты выезжаешь, естественно, утром, ну, смотрите по навигатору сами. Важный момент. 60 ограничений, 70 ограничений, повсюду камеры висят, поэтому поехать там рано утром, когда еще никого нету, и маленечко нарушить. Ну, можно, но при этом ты за все это дело исправно заплатишь. Минимум час. Минимум час. Это точно вы будете ехать с пробками еще больше. Поэтому тут уж кто живет в этом направлении, пишите в комментариях, чтобы людям было понятно. Поэтому, конечно же, логический выбор – это общественный транспорт. Сел в электричку, покемарил, почитал книгу, еще что-то. Ты доехал спокойно, без пробок до Москвы, и, пожалуйста, трудись работой. Тем временем на фоне уже лает Зема. Зема – это твой парень. Пойдем ближе к нему, попросим его немножко соблюдать тишину. Ну, а тем временем мы уже видим твой домик, зайдя на территорию которого, ты нам уже все в деталях ты и расскажешь. Да. Земка. Короче, идем мы дружиться с Земой, чтобы он успокоился. Тихо-тихо-тихо, Зема, Зем, тихо, только не кусайся. Он точно не пытается это мне прихватить? Нет, 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 нет. Он уже чисто по дружбе. Он может попрыгать. Ой, бля. Земка, ушел. Не, давай. Все, все. Дорогу вам делают внутреннюю, раз. Дорогу асфальта. Водоотвод, ливневая канализация. Что-то есть? Ливневая канализация, я так понимаю, что она выполнена вот таким образом. То есть, есть просто окувечивание вокруг участков, и все это стекает, потому что участок общий под уклоном, соответственно, вся вода уходит во враг. Это по поводу ливневки. Ну, по поводу коммуникации, здесь все центральное. А, то есть, получается, газ, вода, канализация, собственно, все. Ну, соответственно, да, электроэнергия, интернет, тоже оптоволокно, то есть, все полностью городское центральное. Шикарно. Ну, что, открывай, показывают. Знаете, я уверен, что вы не будете спорить с тем, что в конце рабочего дня, или уж тем более выходной день, всегда хочется посмотреть что-нибудь интересненькое. Недавно поймал себя на мысли, что я люблю сериалы или фильмы, основанные на реальных событиях. Но на сегодняшний день ситуация складывается так, что времени на просмотры все меньше, а вот новинки выходят исправно. И вот, например, есть реальная история о человеке, который попал случайным образом в поисково-спасательный отряд и нашел себя в этом. Так мало того, он написал еще книгу, на основании которой сняли сериал «Плейлист волонтера», сюжет которого заключается о непростой судьбе человека, который нашел свой жизненный путь в поиске пропавших людей. Но, к слову, эта история совсем не о геройстве, а скорее наоборот. В сериале вы увидите простого человека, которому нужно разобраться в первую очередь со своими проблемами. А персонажи сериала так и вовсе обычные люди из разных слоев общества. И в каждом из них как раз-таки есть что-то знакомое, что позволяет больше проникнуться атмосферой сериала и представить себя на месте героев. Так вот, сериал «Плейлист волонтера» — это новая работа режиссера Максима Свешникова, возможно, известного вам по контейнеру. Отличает сериал его атмосфера, которая складывается из реальных будней волонтеров. Это настоящие истории поисков и их особые взаимоотношения внутри команд. А операторская работа, я вам скажу, качественная картинка на достойном уровне. И саундтреки. Вот обратите внимание, что музыка создает в сериале ту самую душевную атмосферу и перенесет вас на 10 лет назад во время реальных действий сюжета сериала. Ребята, смотрите «Плейлист волонтера» в «ОККО». А по промокоду «Волонтер» вы получите подписку «Оптимум» на 60 дней всего за 1 рубль. Так еще с возможной скидкой на продление за 99 рублей. А ссылочка уже ждет вас в описании. Вася, во дворе у тебя целый автопарк. Рассказывай, какая машина, за что отвечает. Ну, на самом деле, так только кажется, потому что эта машина не моя. А вот это две мои. То есть вот эта вот моя со мной уже долгое время. А эту мне пришлось купить в прошлом году, потому что свою я продал. Там была история. Если интересно, я могу ее рассказать, но я думаю, что не имеет смысла. И для того, чтобы просто в семье была вторая машина, на всякий случай, я вот купил такой бюджетный вариант максимально. Ну, пользуешься, ездишь на ней? Только когда у нас возникает столкновение с женой, что ей куда-то надо ехать, и мне куда-то надо ехать, я ее завожу. В основном она все время стоит. Номерочек симпатичный. Повезло, выпало по очереди? Этот номер мне подарили друзья еще лет семь назад. Этот номер я покупал на предыдущую машину. И сколько такой вот номер обошелся? Сто. Сто тысяч? Ну, а вот тебе почему? Зачем он тебе нужен? Потому что... Понравилось? Ну, у нас есть какая-то история. У нас... Мы дружили втроем с друзьями. У нас было три машины, и у всех были три шестерки. Точнее, сначала было у них, потом подарили мне. И мы стали втроем с тремя шестерками. Короче, секта у вас такая. Сама натуральная с этими номерами. И после этого уже по инерции мне понравились. Так, ну давай переходим дальше. Значит, у нас получается площадь земельного участка шесть соток. Шесть соток, да. Все, что мы на нем видим, это парковка на территории дома. Место, так сказать, дом пса. Пойдем дальше, рассказываю, что из себя дом представляет вообще, с чем он был построен. Ты же наблюдал за всем этим делом? Я сюда пришел на стадии тогда, когда уже стояли стены. Уже частично была сделана внешняя отделка. Уже была сделана крыша, оставался только водосток. Сделан он на ленте со сваями. Потом залит монолит по грунту. Выложены блоки. Сделана стропильная система. Накрыта металлом. Подбой, водосточка. В принципе, все. Ну, соответственно, вставлены были еще окна и входная дверь. Вопрос первый. Вот смотри. Пошел дождь. Водоотвод у тебя есть. Но вся вода уходит под дом. Казалось бы, это на самом деле самая такая распространенная ошибка. Вот я не строитель ни в коем случае. Но я знаю, что когда вода уходит сюда и под дом, это плохо для фундамента. Правильно делать водоотвод от дома, чтобы вода уходила как можно дальше. Вот у тебя до этого был дом. Здесь ты покупал. Почему не сделал? Слушай, ну это не сделал пока. Потому что, в принципе, по большому счету, мы сейчас будем идти по многим моментам. И здесь работа еще предстоит, ну, я так планирую, года 2 на 3 именно по бюджету. То есть за сезон зарабатывать деньги, где-то там либо позднюю осень, либо весной строится. Здесь нужно отсыпать полностью грунтом еще поднимать участок. Потому что, по большому счету, здесь после стройки здесь в основном глина сверху. Вот здесь еще частично травка растет. Здесь где-то зарастет. Но вот в этом месте расти ничего не будет. Здесь просто глина сплошная. Соответственно, здесь еще работа предстоит. И это как раз одна из работ. То есть нужно будет сделать колодцы дренажные и все это отводить. То, что здесь удобно на этом участке. У вас отмостку получается еще, правильно? Да, да, да. А еще такой вопрос. У тебя дом получается стоит самый угловой. Но нет такого, что, например, когда вода пошла, урунтовые воды и так далее, все проходит через тебя. Ну, таких проблем не было. То есть дождик идет. Это как каким-то образом все сливает. Ну, там, понятно, с того участка туда уходит. Там ливневая система. С этим забором тоже проблем не было. То есть у меня какой-то избыточной воды на участке нет. А такой вопрос. Когда ты покупал дом, вот знаешь, допустим, покупая машину, как правило, люди покупают там какой-нибудь отчет, машину посмотреть, заказывают автоподборщиков. Дом, покупка, ну, дело серьезное. Ну, вы, понятно, дело, хороший, там, не знаю, проверенный застройщик, в поселке строят. Ну, частенько бывает так, что потом, через год-два-три люди начинают жаловаться. Тут не так, это не то, там трещина пошла, еще что-то. Экспертизу-то какую-то заказывал. С кем-то ты приезжал, кто реально разбирается в стройке, кто смотрел фундамент, все эти перекрытия или как? Я занимаюсь вообще практически всю свою жизнь стройматериалами и непосредственно связан со стройкой. То есть, ну, стройки тоже касался, соответственно, тот первый дом, пускай он деревянный, но я его строил самостоятельно, ну, в плане с бригадой. То есть, бригада была, да, они строители, но по большому счету, как-то вот общую схему куда-то направлял их я. Поэтому я пришел, здесь, в принципе, все несложно. На бетон, на это я не заказывал никакую экспертизу. Экспертизу, конечно, на визуальный, на глаз я это не определил, но по большому счету это было... Я посчитал это хорошо, просто для себя. То есть, никакой экспертиз не было. По поводу, как выложены блоки, какие швы, насколько они колотые и прочее. Сначала я пришел, и первое, на что я обратил внимание, это я не увидел армопояса. Вот, потом, когда я даже не задал вопрос, я увидел, там есть одна торцевая стена, и сверху идет U-образный блок специальный. Он, соответственно, кладется сверху, в нем закладывается арматура и льется этот армопояс. И его, по сути говоря, не видно. То есть, это удобный монтаж. И когда я его увидел, все, у меня уже все вопросы отпали, потому что я увидел, как сделана стропильная система, увидел, как сложены блоки. И по подходу строителей изначально уже видно, как на объекте чисто, как аккуратно сделано, как они убирают. И вот это вот доверием я просто проникся без всяких экспертиз, без прочего. Таким образом, в октябре 2022 года ты покупаешь этот дом, приступаешь к ремонту. В декабре, правильно, ты заехал? Под Новый год? Я поставил себе цель начать с 1 ноября отделку внутреннюю и поставил себе цель до Нового года доехать. 31 число я привез сюда собаку, привез кота. У меня был дом, где я временно жил, пока когда-то уже тот продал. Вот, привез кота, привез собаку, и уже 31 числа я здесь ночевал. Ну, правда, один, жена с детьми были у тещи, с тестем. Я ночевал один, и первые там вот эти вот 7 дней этого года я клал ламинат, собирал мебель, вот такие вот вещи. Оль, сыну 2 года. Да. Вот ты выходишь на прогулочку за городом. Да. Ты жила раньше-то всегда в квартирах. Вот после того, как с мужем познакомилась, да, начала в домах жить? Да, да, да. Ну, каково тебе это счастливо-то? Вытащил он тебя за город, вот, мы идем по дорожке. Как? Рассказывай. Ну, я сознательно 30 лет прожила в квартире в Москве. Вот. И сюда мы переехали на съемную квартиру, и в принципе была аккрематизация не Москвы. То есть ты уже привык к какому-то темпу жизни, там все легко доступно, все в шаговой доступности. И хоть и Дмитров какой-то насыщенный, достаточно подмосковный город, то есть тут есть и торговые центры, и детские сады. Ну, в общем, все в этом городе есть, акклиматизация все равно была какая-то. А тут еще решили переехать за город. Не могу сказать, что это был такой мой какой-то осознанный выбор. То есть так, ну, сложились обстоятельства. И, в принципе, у нас была дача, и есть у моих родителей. Я, в принципе, плюс-минус знаю, что такое жить за городом. Ну, как это? Ты посмотришь, как мама копает грядки и пожаришь шашлычку. Вот, да. Вот такой мы любим. А когда ты уже переезжаешь в дом, ты понимаешь, что летом очень много травы, зимой очень много снега. Неизвестно, какие будут дороги у тебя, где ты живешь, там, в твоем поселке или в деревне, там, неважно, где. В общем, в том доме, в котором мы жили до, мне было максимально некомфортно, потому что домик был маленький. Ну, хотя мы вроде как бы и привыкли, с одной стороны, но домик был маленький, деться было некуда. Хорошо, что у старшего сына была своя комната, он мог туда спокойно уйти и как бы забыть обо всем. Плюс для меня важно, чтобы и детям тоже было комфортно, потому что старший у меня такой общительный парень, ему очень нужна компания, а на ближайших улицах не было никаких ребят его возраста. Вот, и мы пожили сколько там? Три года, наверное, плюс-минус. И я уже все, я, ну, как бы Василию предложила поменять место дислокации, потому что для меня важно. Такой коттеджный поселок, в котором мы сейчас живем, который в трех минутах езды от города, где, ну, относительно нормальные дороги, тут чистят трактор. Тут я уверена в том, что здесь не живут, ну, маргиналы какие-то, грубо говоря, ты знаешь этих людей. У сына есть какая-то компания здесь, тут так повезло, что вся улица, вот это в детях его. Так спокойно ты можешь выйти с ребенком, с маленьким погулять, ты знаешь, что и какие-то дворовые собаки там и выбегут. Самая бешеная здесь, мне кажется, только наша. Он, кстати, пытался меня это, прижучить. Ну, вот такой не очень доброжелательный парень. Ну, он охраняет детей, он за детей очень там переживает сильно. Вот, ну, то есть вот это но, что если уж и загород какой-то, да, загородный дом, то это близко к городу, это какие-то квартирные условия максимально. Ну, и город должен быть какой-то, ну, со всеми, с теми, с маленьким кусочком какого-то города. Ну, то есть из Москвы-то переезжаешь, здесь есть и торговые центры, здесь, ну, как бы и сыну есть чем заняться, там всякие VR-клубы, там все остальное. То есть город насыщенный социально, грубо говоря. Итак, друзья, а мы с вами заходим в одноэтажный дом площадью 80 квадратов. Вы прямо сейчас увидите нечто подобное на квартиру из серии 3 комнаты плюс большая кухня с залом, или же там, если хотите, евро-четырёхкомнатная квартира. Ну, планировка очень похожа на квартиру. И первым нас встречает прихожая, где, собственно, у кота на сегодняшний день еда и туалет, но потенциально здесь должен стоять у тебя, я так подозреваю, шкаф. Совершенно верно, да, прям ниша сделана под шкаф, потому что перегородки я делал самостоятельно, рассчитывал. Показывай, рассказывай, что здесь есть. Давай начнем с планировки. За твоей спиной что? За моей спиной находится первая комната, это младшего сына. Можно посмотреть? Да, конечно. На сегодняшний день, так подозреваю, там сейчас у нас хламовая. Да, мы сделали переезд, разложили всё, что влезло по шкафам, а здесь, соответственно, всё, что не поместилось, мы распределились. Площадь комнаты какая примерно? 10 квадратов. 10 квадратов. Есть. Потенциально в дальнейшем будет комната младшего сына. Младшего сына, да, я думаю, что через 2-3 года он уже сюда полноценно переедет. Коридор большой, высокие потолки, изначально они у тебя должны были быть 3,50, но после всех... Да, 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 то есть изначально я мерил это 3,50, сейчас, когда поднялась стяжка, ламинат сверху будет, натяжной потолок, это будет где-то 3,20-3,25. Так, ну, прихожая прям действительно просторная, то есть так переходить здесь между собой... Да, причём мы делали метр с метр тридцать, если не ошибаюсь, мы переживали, что будет мало, но когда мы всё это сделали, поставили перегородки, положили ламинат, оказалось, что это достаточно просторно, вдвоём здесь расходится вообще песня. Туалет, совмещенный, санузел у нас, раквина, ванна, плюс унитаз. Унитаз, да. Ну, вот смотри, получается, всё у тебя канализация, как ты сказал, это городская. Да. Ну, шикарно. Смотри, вот эти вот, да, моменты, в дальнейшем ты мне когда письмо писал, что вот почему до сюда дошли, потому что на этом уровне закончились деньги, да? Вот именно здесь, вот именно на этом месте, при кладке плитки закончились деньги, да, чтобы там произвести работу. Плитка, на самом деле, закуплена полностью на весь санузел, но вот здесь закончились деньги, да. Всё, я поставил точку 1 февраля по поводу всего ремонта, и дальше мы продолжили жить уже в таком виде, понимая, что дальше будем доделывать. Короче, на сегодняшний день, друзья, мы назовём этот стиль полулофт. Смысл в том, что жить можно, всё, что нужно для жизни есть. Зимой не холодно, отопление у вас работает, вода работает, свет есть, но ремонт недоделан. Так, например, в этой комнате, ну, такое ощущение, как будто обои такие, знаешь, своеобразные, но по факту это просто подготовленная стена. Это просто, да, заглинцованная штукатурка под обои, обои тоже, соответственно, куплены. Они были куплены вообще самые первые, то, что мы делали. По поводу тепло, да, здесь полностью по дому тёплый пол, и плюс ещё дополнительно радиаторы. Это комната старшего сына, вот, в принципе, у нас вообще была задача изначально у него всё сделать, чтобы ему было комфортно. И мы эту комнату самую первую сделали, вот, у него, в принципе, здесь сегодня всё есть, он живёт. Ну, короче, смотри, просто сразу так, ребят, всё есть, какие-то там конструктор, телек, приставочка, с возможностью поиграть гантели, лапа, тренироваться, если что, кому по морде, так сказать, бить в силу самозащиты. Микрофон, я так подозреваю, играет, стримы, общение, правильно? Какое-то, да, какие-то попытки стримов. Матом не орёт, а мя-а-а, бывает? Мы не слышали. А, мы не слышали, да. Мы стараемся сделать, чтобы эта комната была всё-таки его такое, ну, место, где... Личное пространство. Личное пространство, да, совершенно верно. Не, ну, так вполне уютно, то есть, конечно, не хватает только потолка, стены, как-то задекорировать, какой-то коврик, возможно, кинуть, и всё для уюта, всё, что надо. Немного, конечно, обидно, что именно вот этих вот там 600 тысяч не хватило на потолок, на стены, на двери, потому что, по большому счёту, мы бы жили уже полноценно, но, к сожалению, так, да. Ну, и это у нас, в принципе... Реалии нашей жизни. Да, да, да. Не всем, как говорится, папа депутат, губернатор и так далее. Значит, смотрите, друзья, здесь уже у нас идёт спальня, где спите вы с супругой и с вами маленький сын, которому два года. Два года, да. Так, ну, места, в принципе, достаточно, правильно? Да, эта комната самая большая, 14 квадратов, соответственно, мы выбрали под нашу спальню. Невозможно. Так, ну и идём в то место, где чаще всего происходят все тусовки и движухи, оно же кухня. То есть, получается, таким образом, кухня у нас объединена с залом и вот такое большое пространство. Но ещё фишка заключается в том, что у нас есть выход во двор. Условно, это можно обыграть как второй вход, либо летний выход. И летом выносить туда столик и кушать на улице. Ну, и кухня, да, которая, в принципе, как раз новенькая, довольно-таки уютно выглядит, друзья. Жёны ваши, смотрите, как твоя супруга Ольга просыпается и идёт, например, утром варить кофе с видом на чистое поле. Но, естественно, маленько, лично, мне кажется, вот провода бы здесь убрать, да, и всё, было бы, в остальном всё шикарно. Ну, момент по проводам, конечно, есть, да, его не убрать. Зато есть электричество бесперебойное. Можно подключиться. Да. Таким образом, вот такая вот, хотел сказать, квартирка. То есть, по планировке прям очень сильно похоже на квартиру, но мы не учли ещё с тобой в одно помещение. Да, 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 посмотрим котельную ещё. И котельная. Соответственно, вот это всё оборудование, естественно, ты покупаешь сам. Застройщик тебе это не дарит. Это всё было уложено в тот бюджет, о котором мы оговаривали ранее. То есть, это газовый котёл, это коллектора на тёплый пол, коллектора на отопление, бойлер костного нагрева, электрический щиток, здесь же интернет. Фильтрация такая условная, конечно, но, тем не менее, есть. Вот, да, это всё было сделано уже после покупки дома. Почём вот этот дом тебе обошёлся в 2022 году, подчёркиваю, октябрь? Да, ценник стоял 8600. Ещё раз повторюсь, когда мы приехали сюда, мы обнаружили, что здесь, именно на этом участке. Нам предлагали, да, другой, пожалуйста, 8 будет строиться, но нам нужно было выехать и заехать. Это наша была основная цель. 6 соток, мы говорим, где ещё две? Нам говорят, пожалуйста, мы вам компенсируем это коммуникациями. Вот, и это, конечно, на самом деле для нас тоже большим плюсом оказалось, потому что это дополнительные условно 700 тысяч, газ, электричество, водопровод, канализация и электрика, которые нужно было завести в дом, и их нужно было дополнительно где-то брать. И ещё отступлю немножечко от этого вопроса. Кости на 15 соток. На участке, по сути, каких-то зданий, каких-то сооружений одна сотка, всё остальное пустое. И вот в этот период, лето, каждое воскресенье в 10 часов проснулся, завёл одну косилку, пошёл косить, потом триммер по углам туда-сюда 8 часов. То есть буквально каждое воскресенье, вот, мне это, честно говоря, очень сильно надоело. И когда мы искали, мы искали уже, естественно, меньше участка, потому что мы понимали, что нам потенциально не нужна баня, какие-то дополнительные сооружения, нам нужен хороший, уютный, комфортный дом, бытовка, беседка, вольер и, возможно, какие-то ещё мелкие сооружения, там, типа бассейна, ещё прочего, ну, такого уличного, небольшого. 8 600 этот дом, то есть 2 700 здесь стоит земля, и 5 900, так, по-моему, по цифрам сходится, да. Ну, я, если что, увидел. 5 900 дом, да, 5 900 дом. Ты берёшь ипотеку? Ипотеку. Какой у тебя был первоначальный взнос? Первоначальный взнос с продажи того дома я выделил миллион, потому что это, ну, то есть двушечку на кредиты, миллион на ипотеку, и ещё два откладываю на отделку для того, чтобы въехать, на отделку, на мебель, на прочее. Таким образом ты берёшь в долг 7 600 000? Да. На 30 лет? На 30 лет. Потом 600 000 закрываются материнским капиталом, и остаётся 7. 7. Подставку? 10,9. И платёж у тебя ежемесячно? 66. До материнского было 73, по-моему, 500, и когда вот материнский провели уже, пенсионный фонд, там, через 2 месяца, то получилось 66 тысяч. И на момент съёмки 29 лет и 6 месяцев осталось платить? 29,5 лет, да. И, как говорится, желание имею закрыть досрочно? Совершенно верно, да, это классика. Короче, здесь мы с тобой подводим итог, что в данном случае у вас удачное место расположения с точки зрения того, что съездить, закупиться продуктами, там, на всю неделю в магазин, раз, сделал, пожалуйста, доставки наверняка тоже. Доставки ездят любые здесь вообще. Во, доставки ездят, но есть такие минусы, что, например, сегодня мы снимаем, можно сказать, уже в летний день, когда сухо и тепло, а зимой бы, я так подозреваю, мы бы с тобой с колясочкой спокойно не прошлись бы. Нет, конечно, нет, ну, если вот по-свежему трактор проехал, то, скорее всего, можно проехать, если какая-то хорошая коляска, там, с надувными, такими огромными колёсами, то да. Да, но, то есть, зимой, если ты хочешь погулять с ребёнком, с маленьким, с каким-то, то ты будь добр сядь на машину, доедть до города, на площадочке, там, где-то по городу ты погуляешь. Ну, ты ездила? Да, ездили, конечно. Просто мне кажется... Ну, я не могу сказать, что часто. Ну, вот, часто точно нет. Ну, вот, мне кажется, что один из минусов таких в жизни здесь будет, к примеру, что нас кучит каждый день одно и то же по кругу ходить, и потом хочется по городу пройтись, кофейню зайти, кофе взять. Ну, вот, когда нас кучает, тогда мы едем в город и в кафешки, и во всё остальное мы ездим. Ну, давай так, пока муж дома, говори честно, уехал бы обратно в квартиру, то он тебе завтра скажет, Оль, ну, нахрен, надоело, давай продадим, купим трёшку в Москве и поехали обратно в город. Твой ответ. Ну, нет, точно нет. Вась, ну, скажи, пожалуйста, минусы реальные. Вот ты пожил, что заметил? Может, площади не хватает или ещё что-то? Вот, по-честному. Нет, площади нам после 50 квадратов, 80 квадратов, а самое главное, вот этот вот большой просторный зал, это только плюс, по площади вообще вопросов никаких нету. Ну, поживём три года, может быть, пять лет, нас, наверное, уже начнёт теснить. Вот, посмотрим. На сегодняшний день, после того, как переехали с 50 в 80, это красота. Да, минусы, да минусы, по большому счёту, что только недостроено, вот, а каких-то очевидных минусов я назвать не могу. Есть у меня одна ошибка при организации отопления, я не учёл, что мне не хватит тёплого пола с плиткой в прихожей и в ванной, и в санузле. И там нужно будет дополнительно к отопительному сезону проводить трубы, ставить радиаторы. Я там буду делать конвектор в поле, так же, как здесь, и радиатор в ванне вешать. А так, по большому счёту, минусов нет. Всё равно есть какая-то вот эта, она романтика частного дома, она никуда не девается. Ты всё равно там сидишь на кухне, у тебя открыто окно, там птички поют. Вот я вот мне, супруг, задал вопрос недавно. Мы сидели на кухне вечером, все дети спят, и птицы начали петь. А я пытаюсь вспомнить, вот живя в Москве, мы жили в Алтуфево, это вообще конец света Москвы, можно сказать. И рядом МКАД был, ну там типа пройти 300 метров, и я не помню, чтобы я слышала птичек в окне каких-то, кроме орущих алкашей под подъездом. И МКАДа я не слышала ничего. То есть даже элементарно, когда ты не хочешь выезжать в город, видеть людей каких-то, но с ребёнком погулять нужно, вот спокойно вышел, ну прошёлся, даже если зима, ты просто выходишь из двери, даёшь ребёнку в руку лопатку, и он там весело в сугробах в этих ковыряется, там бесится с собачками. Старший сын зимой с собакой. Ну вот и плюс ещё, мы такие собачники, если вы хотите там большую собачку себе завести, ну собачки тоже. Ну это странно, с одной стороны, что вы свою жизнь подстраиваете под собаку. Ну и это в том числе, потому что большая собака, я не представляю, как можно держать в квартире, ей нужно гулять, ей нужна свобода. Вась, ну своя земля, своя территория, это вообще шикарно. Ты выходишь, можно сделать различные зоны для отдыха, вот расскажи, что вообще в планах доделать по территории, что у тебя должно здесь появиться, как ты это видишь? Ну планы на сегодняшний день вполне конкретные, если крупными мазками, без мелочей, где какое дерево встанет. То есть в том углу, в дальнем мы ставим бытовку, потому что это самое неиспользуемое место. Здесь перед домом, так же как идёт в принципе по плану, должно быть крыльцо, мы ещё не определились, какого оно будет размера. То есть это будет терраса и над ней крыша. По большому счёту из крупного это всё. Дальше это облагораживание, газоны, посадки, какой-то маленький огородик жена хочет. Вот, то есть в принципе, по большому счёту, ну крылечка доделать. А скажи, пожалуйста, вот допустим, казалось бы, свой дом за городом, но при этом ты выходишь и вот тут сосед, тут сосед. Это вот тебя, как владельца дома, жену не напрягает? Что вы сами скажете? Нет. Нет, не напрягает. Ну, во-первых, у нас сейчас соседей здесь как таковых нету, поэтому конкретно ответить на вопрос напрягают они нет, потому что это будет, наверное, зависеть больше от того, какие соседи в первую очередь. Если они тихие, спокойные, дружелюбные, то какие вообще проблемы? Только приятно с такими соседями жить. Единственный нюанс, что здесь офис продаж, наверное, какое-то время это будет составлять какой-то дискомфорт. Но пока какого-то ярко выраженного нет. Ну да, ребята, если, блин, заселится в этот доме какая-нибудь семейка из серии по пятницам, субботам, воскресеньям, тусовки, это будет не очень приятно. Значит, защита, обратите внимание, для пса нашего, он никого не ушел, так сказать. Что у тебя здесь лежит? Остатки строительного мусора, да? Или что? Да, да, да. Пока нету какого-то хозблока, куда это забрать, убрать, то я все это сложил на задней части, соответственно, чтобы это все не было видно. А с точки зрения безопасности? Нет у тебя такого, допустим, Вася уезжает на работу, ты остаешься дома одна, кто-то мимо дома прошел еще что-то? Когда мы жили в другом доме, с безопасностью были большие вопросы. Ну, то есть, мне было не очень комфортно, потому что это все-таки деревня, и приходили периодически, стучали в ворота, хозяйка нужна ли картошка, там что-нибудь, там хрусталь какой-нибудь, помада. Кольцо с пальцем, знаешь, такое. Да, 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 телефоны, ну, то есть, какая-то работа. А здесь, я уверена, что ко мне, ну, здесь рабочие к тебе не подходят, незнакомых людей здесь нет, территория закрытая, каких-то собачек бешеных не бегает, людей левых не ходит. Ну, в этом плюс именно такого коттеджного поселка, за который ты платишь денежку, как бы, за то, что ты тут живешь. И, ну, именно закрытого типа я вот это приветствую. Смотри, люди посмотрят, я уже просто напрямую вижу там комментарии, ой, свой дом, это же здесь постоянно нужно что-то делать, это раз. Во-вторых, нужно постоянно вкладывать деньги, это два. Вот сейчас землю облагородь, газончик посади, дорожки, которые ты уже камушком выложил, асфальтом там или плиткой доложи, это сделай, то сделай. Вот по твоим ощущениям, сколько тебе нужно еще денег, чтобы закрыть этот вопрос? Если мы говорим про внешку, про участок, да, про благоустройство, ну, если крупными мазками, где-то полтора миллиона, я думаю, что. Вот, все вместе, вместе с какими-то постройками, которые нам необходимы, вместе с благоустройством, да, полтора миллиона по внешке. Ну, тебе вот в целом это интересно, заниматься этим всем? Да, конечно. Квартирку взял бы себе, три комнаты с большим балконом и все, и нахрен она все не надо. Ну, здесь, на самом деле, на эту тему спорить бесполезно, да, кому-то нравится дом, кому-то мое мироощущение, это 23 года я прожил с родителями в доме, и я, в принципе, себе плохо представляю жизнь в квартире со всеми этими ограничениями. То есть, у тебя нет участка, для меня это уже отсутствие свободы какой-то, то есть, ты сидишь в коробочке, вокруг тебя какие-то люди, они шумят, они доставляют дискомфорт, ну, 90% случаев. Есть, конечно, случаи, когда люди живут, у них спокойно повезло. По большому счету, я сколько жил на съемных, у меня всегда это сопровождалось какими-то историями. Вот, где-то там сверху у меня, у нас перегородка идет стояк, там гильза, соответственно, там ничего нету. Я все прекрасно слышу, что там происходит, там разное происходило. И квартира для меня, да, это комфорт. У меня есть друг, который говорит, я категорично не хожу жить в доме, я не хочу думать об этих канализациях, каких-то насосах, каких-то газовом оборудовании и прочем. Мне все это не нужно, я купил себе квартиру, она мне закрывает вопрос моего проживания, крыша над головой, я занимаюсь своими делами, мне так комфортно. Я так не могу, то есть мне нравится заниматься своим домом, что-то улучшать, что-то ставить, что-то покупать, то есть постоянно что-то облагораживать и жить здесь в комфорте, это прекрасно. Значит, а по этому поводу финансовая зарисовка. Зачем спорить? Каждый выбирает сам, давайте посчитаем денежки. А считать будем и следующее. 8600 дом плюс 2 миллиона рублей он вкладывает на отделку, возведение стен и все, что с этим связано, кухня, техника, это все уходит в эти деньги. Далее, плюс 1,5 миллиона рублей он называет, нужно для того, чтобы участок подготовить и так далее. Плюс в разговоре с ним, ну где-то миллион, говорит, нужно по-любому еще в дом вложить, чтобы вот все это дело доделать. Соответственно, 13 миллионов 100 тысяч рублей под ключ за дом 80 квадратов на участке 6 соток, где у тебя уже все стоит и остается только жить. Ну плюс о нем, давай так, с запасом еще 1400, чтобы красиво было, 13500, вот такая цифра. Параллельно с этим я открываю доски объявлений. Берем город Дмитров, мы не будем сравнивать дом там и квартира в Москве, мы будем сравнивать с Дмитровым. Выставляю сразу фильтр от 75 квадратных метров. Первое, 6,5 миллионов. Дешево, ну интересно, что такое. Вот он, пожалуйста, барак трехэтажный получается, состояние квартиры вы видите сами. Отпадает, ну как мне кажется. Далее берем что-нибудь средненькое. 9900, о, новостроечка. О, начинаем смотреть фотографии, понимаем, что это как раз плюс-минус по планировке, по площади, как дом Василия и Ольги. Ну, пожалуйста. Но это квартира в новостройке в Человейнике, а тут дом. Им до этого дома, да, многоэтажного ехать, ну, не знаю, там, три минуты. Смотрим дальше. 13,5 миллионов уже квартира в доме написана в элитном доме. Ну и пошло-поехало, друзья. Поэтому здесь выбирайте самостоятельно. Не забывайте, купить квартиру можно уже с хорошим ремонтом, который вас устроит. Чистка, полировка, мебель свою какую-то завез. Живи. Можно купить, у квартиры есть 240 квадратов за 16 миллионов без отделки. И вложить еще десяточку, итого 26. Короче, тут выбирайте. Поднимать тему цен на коммунальные услуги смысла не вижу, потому что про это очень часто говорили. Здесь просто нужно зафиксировать следующее, что свой дом, вот когда у тебя коммуникация центральная, это будет выгоднее, чем квартира. Самое главное, ты вроде бы как с одной стороны ни от кого не зависишь, лишь бы было всегда бесперебойное электричество. Минусы. Вот люди любят, когда жалуются. Вот на что ты можешь пожаловаться? Чего тебе не хватает? Что тебе нужно? Ну вот, например, мы с сыном собрались их на концерт. Сейчас такая мода, опять популярен русский рок, там Король и Шут и все остальное прочее. И он зафанател. Ему там 13 лет, а я в его возрасте тоже фанател. Вот два поколения сошлись вместе, и мы купили билеты на князя. Вот он сейчас выступает. И я понимаю, что будучи в Москве, мы бы могли чаще посещать какие-то такие мероприятия, какие-то доступные театры, какие-то концерты или еще что-то. То есть не хватает вот этой вот какой-то веселой активности, такое, что нету такой насыщенности жизни московской. Конечно, движухи вот этой, городской, где можно пойти в кафешку, может быть. Вот это вот метро, запаха метро. Хотя и здесь тоже, просто оно перекрывается тем, что если вы, например, живете в городе рядом, где особо никаких нету кафешек, торговых центров и всего остального, тогда это проблема. А просто город Дмитров, он, пожалуйста, там кафешек, этих всяких полно и ресторанов хороших, вкусных, и кинотеатры, и театры, и не один. Ну, то есть все это есть, но понятно, что это не такого уровня, как в Москве. Вот так вот выходишь ты из дома на крилечко, и вроде бы все шикарно, но вообще, например, с твоей супругой, и вот даже сейчас мы видим, что сын у тебя лазит по стройке соседнего дома, пойти некуда. Я вот к чему хочу подвести, люди пишут разные комментарии, и некоторые, ну, в чем-то так, естественно, правы, что здорово здесь жить, но на пенсии. Вот сегодня ты молодой, вы вышли, а делать нехрено, никуда не дойти, ничего. Вот дай развернутый ответ, тебе, как молодому человеку, женой молодой, молодые дети, маленькие еще даже, каково жить в таком социуме? Не в социуме, как это происходит, комьюнити, сообществе. Я понял, понял. Ну, для меня, если брать лично, здесь офис находится в трех минутах езды. То есть здесь вот оно, может быть, как-то и приобреталось жилье, и с этим учетом тоже. Все необходимые, вся необходимая инфраструктура, которая нам нужна для жизни, она тоже здесь в доступности трех-пяти минут. Заправки, магазины, вайлдберрисы, озоны и прочее. Если мы хотим погулять, да, это есть некая сложность того, что мы садимся в машину, едем в город, там гуляем. Или гуляем здесь. Вот. Для нас, по типу нашего характера, это по большому счету не проблема. Мы не такие прям сильные гуляки, чтобы для нас это было какое-то некое ограничение. Вот. И для себя мы вот этот вот комфорт в жизни нашли, что это загородная жизнь, и в то же время это близко к городу. Вася, ну давай еще немножко про деньги. Смотри, 66 тысяч будь добр раз в месяц за ипотеку отдай. Далее, содержание детей за младшего, за старшего, расходы на бензин, на продукты. Ну, я могу предположить, что в месяц ты 1150, наверное, на семью отдаешь. Ну, ты четко определил, да. Прям ровненько, да, я прям так раз-раз подбился. Так еще нужно, получается, копить денежку, ну, чтобы дальше это все дело вкладывать. Вот расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься, кем ты работаешь, чтобы людям было понятно. На сегодняшний день у меня как год существует офис продаж кровля фасада. Прошлую осенью ко мне присоединился партнер по окнам и септикам. Вот. Это четыре основных направления, которые я, ну, продаю, продаю. То есть у меня свой офис, скажем так, свой бизнес. У нас кто-то любит называть предприниматель, кто-то любит называть бизнесмен. У кого-то есть какая-то градация. Ну, в общем, по факту вот так. Вот. Ну, вот сегодня у нас весна кончается уже. То есть как бы строительный сезон в самом разгаре. Все, занимайся строй. Да. Как народ берет, покупает, есть движуха или кисляки? По-разному. Все люди по-разному говорят. Одни предприниматели говорят, что низкая покупательная способность, у людей нет денег. Другие говорят, у нас все прекрасно, у нас все супер, у нас все хорошо, у нас идут люди, у нас улучшения. Вот. Поэтому здесь, наверное, как и во все времена, не в зависимости от того, какой кризис, не в зависимости от того, какая ситуация, всегда люди, которые что-то моторят, они зарабатывают. А люди, которые где-то там, видимо, делают что-то не так, скорее всего, потому что у них нет результата, они все-таки стараются перекладывать ответственность на низкую покупательную способность. Ну вот ты за себя ответь. Ты жалуешься или у тебя все норм? Я в промежутке сейчас. Да. То есть я у себя вижу отсутствие какой-то высокой активности. Короче, опасения, что останешься с голой жопой и нечем будет платить за ипотеку, нет. Бизнес сезонный, поэтому надо летом много заработать, чтобы кормить зиму. По этой причине опасения есть на сегодняшний день. Вот так вот бац, и часовой воскресный выпуск подошел к концу. Безусловно, на Василия в качестве благодарности я оставлю контакты. Если вдруг вы проживаете в Дмитровье и его окрестностях, что-то там строите, вам нужны материалы, обращайтесь, скидочку уверен он вам сделает, ведь можно его Василий, вы снимали в сюжете, вы так хорошо рассказываете, 50%, скинь, пожалуйста. Короче, друзья, основная мысль какая? Сейчас сезон на дворе, некоторые хотят выбраться на природу, кто-то хочет купить себе дачный дом, кто-то вообще в целом всегда рассматривает и мечтает о покупке недвижимости своей, загородного дома. Вот вам живой отзыв людей, которые пожили в каркаснике 50 метров, сейчас переехали в дом из камня 80 метров, жили на съемном жилье в квартирах и так далее. Не добавить, не убавить, приглашаю всех вас в комментарии, высказывайте ваше мнение, пишите, что вы думаете по поводу этого сюжета. Если вдруг вы хотите принять участие в съемке, все контакты со мной в описании, присылайте ваши истории, будем встречаться, будем делать. Ставьте лайк этому ролику, делайте репосты, делитесь с друзьями, контент взрослый, контент полезный. Подпишитесь на канал, если вы этого еще не сделали, подпишитесь на телеграм-канала, полезные ссылки на самокаты ОКО ждут вас в описании, не добавить, не убавить. До новых встреч, всем пока-пока-пока-пока.